здравствуйте дорогие участники вебинара коллеги партнеры и те кто только присоединяется к нашему проекту спектр аудитории у нас совершенно огромный я прошу в чате написать из каких стран присутствуют люди из каких городов потому что на самом деле география у нас очень широкая и я не сомневаюсь что как обычно десятки тысяч людей только с русскоязычного пространства далее будут смотреть этот вебинар этот вебинар мы проводим два раза в месяц то есть сейчас готовится мой помощник так скажем обучается который будет ввести вводные технико-экономические вебинары те кто наблюдал за историей развития skyway примеру 2016 2017 году 2018 помнят эти этапы и сейчас мы максимально масштабируем систему тот лист тезисов тот боевой листок так называемый который мы ведем он начинает переводиться на все языки потому что в ходе общения с лидерами сьетнама в первую очередь потому что в декабре вьетнам нам дал ну фактически половину всего притока от инвестиций мы установили в декабре рекордный приток инвестиций январь это естественно такая большая сезонная активность все отдыхают у всех праздники все отдыхают после затрат наверное на подарки и в феврале мы ожидаем очень бурную активность потому что друзья я могу сказать что у нас сейчас другая абсолютно стратегия смены дисконтов смены именно условия инвестирования и 10 февраля 2019 года в 23 55 прямо запишите и обязательно перезвоните после этого вебинара своим партнером напомните им об этом что будет сто процентов смена дисконта естественно сто процентов друзья я говорю со своей колокольни со своей точки зрения головная компания может принять разные решения если на то потребуется принять конкретное решение но запишите эту дату и обязательно передайте партнером с этого я хотел бы начать вебинар я немножко перестроил и перекроил вебинар он будет идти не по анонсу потому что если я еще буду идти по анонсу то мы не уложимся даже в два часа я обещаю вам друзья что в этом году максимально вебинары будут еще больше информативными мы будем смотреть в будущее мы будем смотреть сквозь призму так скажем взгляда с разных абсолютно сторон с разных категорий когда мой помощник начнет вести водные вебинары потом он также будет свою точку зрения говорить и на непосредственно актуальных темпах и новостях развития skyway который проходит по средам ну и давайте друзья перейдем к самому главному а с чего все начиналось в арабских эмиратах вообще на самом деле очень много вопросов мне задают разные совершенно люди с разных стран вообще каким образом почему все вывелось на арабские эмираты и действительно ли та команда которая как-то светилась на и на трансе и так далее то есть с различными новыми персонажами в развитии технологии skyway мы познакомились две тысячи восемнадцатом году но друзья я хотел бы остановиться перед тем обилием просто фактов обилием новостей которая нас просто захлестнуло в хорошем смысле естественно этого слова на прошлой неделе на этой неделе просто головная компания радует неимоверно и будет в будущем радовать еще больше но друзья как все начиналось на самом деле еще задолго до 2015 года были многочисленные попытки входа лично анатолия эдуардовича юницкого в контакт с крупными шейхами с крупными олигархами арабскими с крупными инфраструктурными лидерами но время на тот момент не пришло из этого вебинара вы обязательно поймете почему время не пришло это мое личное мнение и давайте опустим те многочисленные попытки и те команды которые упустили свою возможность развивать проект skyway а перенесемся в прошлое в 2015 год итак 2015 год апрель 2015 года вы видите редкие кадры но они были по официально объявлены на сайте головной кампании это презентация департаменту абу даби департаменту министерства транспорта абу даби лично надежда геннадь на лично анатолий эдуардович и собственно дипломатический переводчик присутствовали на этой встрече и на первых порах анатолий эдуардович выбирал смотрел команды на самом деле с кем сотрудничать с кем не сотрудничать я могу сказать что на тот момент по абу даби было предложено очень интересное условие 50 процентов создание новой компании именно совместной 50 процентов на тот момент по сравнению с сегодняшним днем это просто шикарные условия потому что совсем на других условиях сейчас начались взаимоотношения с арабским миром совсем на других условиях анатолий эдуардович вел переговоры это действительно уже виртуозная такая игра корпоративно очень серьезное сложное общение переговоров с крупными потенциальными стратегическими инвесторами и вот собственно с 2015 года это официально освещалась абу даби действительно был шанс у этого эмирата у этого города замечательно быть первым в развитии технологии skyway и собственно была представлена также сделана презентация закрытым инвестиционным группам крупным банковским инвестиционным группам и естественно стоило понять наших возможно и текущих никто не знает продолжается сейчас общение с такими кандидатами в прошлом или нет но так скажем ничего не забыто в проекте skyway и те направления которые ранее развивались тот действительно пласт который проработывается и был проработан со стороны головной компании он будет реализован рано или поздно друзья ничего не будет утеряно в плане создания проектов skyway всему придет время и вот на этой фотографии вы видите радостное лицо помощника анатолия эдуардовича но по анатолий эдуардович видно что здесь провел очень серьезные переговоры и обрадован перспективами представители крупнейшей банковской именно организации содружества банкиров на территории арабских эмиратов с этого можно сказать такое публичное развитие арабского рынка началось именно публичное говорю потому что до этого не перечести даже на пальцах одной руки сколько попыток было входа в арабский рынок почему друзья действительно неизвестно возможно даже сам анатолий эдуардович только предполагает и интуитивно абсолютно правильно он действовал и пришел к своей цели сквозь года сквозь года повторюсь друзья потому что анатолий эдуардович не отпустил это направление и давал шанс многим действительно многим это было австралия это было индия это было индонезия это были и другие организации другие коллеги по арабским эмиратам мы видели приезд ала аль шаира абдуль рахим наки то есть это лично и моя в том числе проработка то есть фронтишка мы готовили этот визит и действительно рикошетные такой стратегии так или иначе были отобраны лучшие команды с которыми на сегодняшний момент анатолий эдуардович сотрудничает это действительно стратегия развития текущего 2019 года но в 2015 году повторюсь огромные телодвижения были сделаны вот вы видите на этой фотографии это визит в посольство республики беларусь в арабских эмиратах лично анатолий эдуардович и уницкого анатолий эдуардович несмотря на то что нужно было огромную работу подготовительную проделывать потому что до тогда еще не было даже начато строительство в экотехнопарке мы перейдем я специально подготовил все эти слайды для того чтобы вы понимали почему на тот момент времени пришло абу даби была специально приготовлена стратегия развития островов которые на которых очень было затруднено строительство на примере одного из островов анатолий эдуардович показал как действительно пустыня может превратиться в цветущий оазис и да сейчас дубаи возможно стремится к самому к самому зеленого города в мире но абсолютно любого города в арабских эмиратах и не только в арабских эмиратах был шанс даже находясь в условиях действительно жесткого такого жаркого знойного климата превратите свою территорию в цветущий оазис здесь была представлена концепция непосредственно линейных городов я так скажем общался с нашими коллегами которые сейчас сотрудничают с анатоли эдуардовичем юницким они говорили неоднократно что один из самых интересных бизнесов это строительство новых искусственных островов то есть это фактически рождение инфраструктуры буквально из воды буквально из песка буквально из строя материалов с абсолютного нуля это несет себе действительно просто сумасшедшую прибыльность сумасшедшую капитализацию и этого не делает никто на сегодняшний день в мире потому что подобные инфраструктуры просто нет и не было это наверное среди тех компаний которые развивают на сегодняшний день проект skyway и не будет друзья я хотел бы чтобы вы все понимали друзья у нас нет конкурентов просто нет мы на монополисты на этом рынке и да мы приводим обзор hyperloop мы приводили обзор скай трена и других технологий вот собственно недавно китайцы также на прошлом вебинаре я показывал только только выбрали прототип и я повторюсь у нас нет конкурентов просто уже мы обогнали на мой взгляд на многие года вперед а те компании которые сейчас только только пытаются сделать опытные образцы вообще опытных образцов в плане транспорта второго уровня представлено очень очень мало и вот уже в 2018 году кстати наверное я не вставил картинку а нет вставил друзья потому что в 2015 году и нечего было в принципе показывать на экотехнопарке только только начиналось строительство а в 2018 году когда наши приехали коллеги абдуль рахим наки то есть это соответственно проработка словацкой также диаспоры по арабской франтишек solar я непосредственно тот момент мы все прорабатывали и достигли результата в плане визита очень серьезной подобной делегации но на тот момент также время видимо не пришло возможно оно не пришло в осознание людей возможно оно не пришло потому что вы видите в 2018 году еще не было достроено даже трасса непосредственно высокоскоростная и вот вы видите только поворотное кольцо от него тоже не пошла еще трасса только испытания юнибайка недавнем времени прошли и собственно меньше намного было показать чем было показано нашим текущим стратегическим партнером и арабским коллегам но что я могу сказать алла аль шаир сказал что он считает анатолия эдуардовича гением это не какая-то цитата моя это цитата ведущего инфраструктурного лидера одного из этот человек который просто так не полетит в республику беларусь неизвестную никому страну так скажем для арабского мира многим неизвестную и абдуль рахимнаки сказал что это стратегический проект для людей и он попросил своем интервью те люди которые услышали вообще о технологии skyway примите во внимание пожалуйста и окажите посильный клад в виде инвестиций представьте инфраструктурные лидеры действительно дали свою оценку и буквально на днях мы дали задание будет подготовлен очень мощнейший материал он родился в ходе обсуждения с членами правления но в первую очередь моей голове родился это создание отзывов от влиятельных людей этого мира именно в новейшей истории развития skyway с 2014 года поставьте плюсики кому это будет очень мощным аргументом для общения естественно этот материал будет переведен на различные языки и самые цепкие фразы будут отображены в виде отзывов влиятельных людей нашей планеты нашего мира которые уже заметили проект skyway и посетились делегации и естественно уже в июле 2018 года уже после апрельской дубайской конференции фьючер сити шоу сити шоу шоу было не зазорно показать берельцевый юнибус абсолютно легко и непринужденно перемещался по путевой структуре соответственно юникар причем по легкой путевой структуре и многого то что не увидели абдуль рахимнаки алла шаир во время своего визита наши уже стратегические партнеры стратегические коллеги увидели и оценили но приехали они вдумайтесь и поймите только после уже проведенной успешно выставки в арабских эмиратах future series show и друзья вот немножко оговорился интересный каламбур был тоже в своих социальных сетях выложил так вот немножко для отвлечения внимания ведущий политик не мог выговорить слово digitalization то есть это то что я могу сказать о многих вообще чиновниках о многих людей в криптомире слова даже выговорить не могут я уж не говорю о понимании блокчейн экономики но в плане развития skyway блокчейн экономики я как и говорил так и буду повторяться это не только технология это не только блокчейн экономика но это величайший социальный эксперимент на основе блокчейн и собственно друзья когда мы увидим результат я думаю все будут просто восхищены с нетерпением продолжаем ждать белую бумагу и я лично продолжаю ждать чтобы bitcoin bitcoin я тебя тыкую пал палочкой и уже давай прекращай лежать вставай лети чтобы когда будет выходить на размещение нашей технологии соответственно снова был ажиотаж и снова был рассвет ренессанса крипто рынка что-то мне подсказывает друзья как раз в этот период мы и выйдем на размещение и я повторюсь вот только после многочисленных проработок только после многочисленных переговоров лично антолий эдуардовичем юницким с различными командами антолий эдуардович как визионер как стратег как действительно человек который видит на 40 лет развития вперед развитие skyway technologies companies нашел и отобрал ту команду которая будет с ним сотрудничать договорился была создана совместная компания и нашел отобрал тех менеджеров которые будут выполнять работу если вдруг что-то с точки зрения юницкого пойдет не так в ходе выполнения работ вы я думаю знаете абсолютно стратегию антолий эдуардовича что все оценивается по фактам все оценивается по результатам но если результатов нет если обещано и не получено то и говорить с этим человеком нечем потому что в времени антолий эдуардовича действительно намного меньше чем у многих людей кто присоединился к проекту skyway уже имеет своих внуков потому что время в первую очередь просчитывается на создание вообще новейшей технологии которые не существуют на сегодняшний день вообще в информационном поле земли это моя цель и мое желание помочь анатолию эдуардовичу юницкому вывести планету в открытый космос и друзья впервые за всю историю вебинаров я хотел бы в одной фразе сформулировать миссию стратегию но если не технологии skyway то на мой взгляд и skyway капитал кто желает услышать поставьте плюсики я хотел бы действительно как бы слышать вашу реакцию в одной фразе и это меня просто до мурашек пробирает потому что skyway это ускорение метаболизма человечества можете прямо записывать вот те кто уже развивает наш проект за счет создания нового транспорта и инфраструктуры и вывода вредных токсинов из организма нашей планеты то есть за территорию земли в открытый космос это уже создание общепланетного транспортного средства и создание от с друзья из с этой точки зрения это ускорение метаболизма человечества путем создания транспорта и инфраструктуры для вывода вредных токсинов с планеты все . друзья я могу даже помолчать на этой фразе но это действительно повергает в шок тех людей которым я рассказал те кто только со мной познакомились в том числе таксист который меня вез со словаки вену это действительно людей заставляет задуматься я хотел бы остановиться на том а вообще какую потенциальную и почему огромную капитализацию несет себе технология skyway давайте вспомним те корпорации которые уже обрели успех и те корпала корпорации которые развивали свой бизнес в логике корпорация как религия я очень хочу прочитать эту книжку к сожалению снова я упустил возможность скидки библиоглобусе люблю очень со скидками приобретать книжки и собственно сейчас у меня есть что читать обязательно приобретут эту книжку но в чем я хотел бы вкратце вам поведать те корпорации те компании которые развивают не просто какую-то технологию отдает максимальную пользу человечеству а в той фразе которую я сказал перед недавно совершенно я могу сказать что максимальная наверное самая максимальная польза заключена для человечества они получили максимальную прибыльности максимальную капитализацию начнем с самого малого харли девинсон что они создали они создали действительно мотоцикл как легенду и они создали образ байкера образ мотоциклиста это будет такая романтика когда юнибусы юнибайки юни винды юни винд я могу сказать это один из самых моих любимых подвижных составов все любимые конечно после юнибайка и я в следующих вебинарах буду с точки зрения взгляда в будущее останавливаться вообще а что такое юни винд и почему это на мой взгляд вообще то по чем будут в будущем наши дети наши внуки говорить как сегодня папа когда купишь мне новый смартфон папа юни винд можете по окончанию школы мне подарить новый или там по окончанию девятого класса ну что это будет абсолютно доступны уже декларируется как абсолютно доступный транспорт и собственно каждому он будет абсолютно позволен к приобретению но друзья это более больше чем транспорт и соответственно до мотоцикла останутся в виде романтики в виде хобби машины останутся в виде хобби когда десятки миллионов километров струн будут проведены по нашей планете земля ускоряя метаболизм нашей планеты каждый час и каждую секунду и соответственно да действительно дороги естественно сразу не уйдут и в небытие и где-то дороги останутся но с созданием юни винда я могу сказать что так же как интернет пришел в абсолютно любые даже отдаленные источники даже в кулупу его какой-нибудь деревне уже интернет пришел и можно 4g словить друзья через десять лет вы увидите куда придет струна и она придет абсолютно везде где того желает человек соответственно давайте рассмотрим другую компанию это компания starbucks вы знаете что много компаний действительно создают пытаются создать бренд starbucks создали не просто бренд они создали стиль жизни постановиться в кафе не только для того чтобы выпить кофе но и для того чтобы провести переговоры там находиться стало стильно модно и по деловому действительно безопасно то есть многие переговоры про переводили проводились действительно в starbucks и соответственно вы видели видите и видели какую капитализацию обрела эта компания компания apple тут естественно говорить нечего потому что это не просто создание какого-то смартфона в прошлом айпода с подсоединенным интернетом это создание целой индустрии цифровой связи людей и соответственно капитализация вы видите также об очень огромное супер огромное apple я amazon я думаю либо баба подтянется соревнуются в триллионной капитализации что сделали amazon соответственно джефф безос создал рынок не существующий ранее электронной коммерции для того чтобы нам с вами не нужно было идти как-то и покупать выбирать электротехнику различные товары книги которые мы можем выбрать по интернету и соответственно он это упаковал в единый продукт но есть многие я думаю что не в курсе что amazon это также и облачное хранение это хранение информации и соответственно это было необходимо после того как на высоких скоростях информация стала передаваться с появлением интернет соответственно далее мы видим такие компании технологичные как nvidia это создание именно развлекательной игровой индустрии потом создание видеокарт для майнинга уже в привязке крипто криптовалютам 10 раз и увеличилась капитализация в менее чем за пять лет тоже огромная прибыльность огромная капитализация и вдумайтесь то что если те компании которые я вам перечислил обладает триллионной капитализации какой капитализации будет обладать компания skyway через десять лет просто поставьте свои варианты варианты менее триллиона не принимается потому что на мой взгляд капитализация будет больше триллиона потому что больший вклад человечества большую пользу человечеству несет себе технология skyway это личный мой взгляд и это формирование очень мощнейшего что мы с вами делаем друзья уже пять лет мы формируем мощнейший информационный информационное поле это это эгрегор это как болельщики спортивной команды это как люди которые смотрят чемпионат мира по футболу стоило ли что-то бы чемпионат мира по футболу если бы его не смотрели его не поддерживали люди и естественно благодаря созданию системы крауд инвестинга благодаря достижению тех результатов которые были достигнуты всеми нами с вами друзья анатолий эдуардович смог действительно убедить партнеров и отобрать команду достойную команду которая сейчас развивает арабское направление соответственно потом уже после выставки приехали представители университета американского университета в шарже и шарже действительно вырвала ленту первенства и стала первой в мире где после республики беларусь появится действительно не просто какой-то тестовый участок а мировой научно-инновационный центр skyway это было предложено ранее и абу даби это предлагалось и австралия это предлагалось и индии индонезии многим предлагалось но друзья естественно уговаривать никого долго никто не будет и те партнеры которые доказали своей профпригодностью и приверженностью к видению анатолия эдуардовича сейчас сотрудничают и работают то есть это долгая история обязательно передавайте эту историю и вселите ваших партнеров действительно осознание того что в первую очередь начал и ввел все прорабатывал я представляю какой-то огромный пласт работы и вот то что мы сейчас видим на картинках мне это напоминает 2014-2015 год потому что мы действительно видели все это на картинках мы действительно искренне верили что это получится формируя эгрегор и именно эгрегор наш эгрегор skyway заставляет погоду меняться когда происходит экофест заставляет солнце выглядывать когда приезжает серьезнейшие делегации мы уже не удивляемся погоде и соответственно на конференции в словакии также один день когда присутствовало максимальное количество людей выглянуло солнышко привыкайте где поддерживается максимальная технология skyway там будет выглядывать солнце и там будет наступать просветление действительно в массах и в мозгах людей чего не скажешь о наших троллях друзья я хотел бы на этом остановиться но не буду на этом останавливаться в виде каких-то скринов я этих дебилов даже скринить не буду друзья я по-другому не могу абсолютно назвать вы знаете меня как дипломатичного и действительно такого человека который трижды подумает как называть людей но по-другому я не могу назвать этих людей никак и тем более тех людей которые с помощью мата пытается захантить захомутать обуздать ту аудиторию которая недалекая которая могла бы перестроиться с какого-то более низкого уровня мышления на более высокий погружаясь технологию skyway поставьте плюсики у кого уровень мышления вообще когда вы начали погружаться и начали активно развивать проект skyway действительно изменился я это 1 до 10 вообще насколько произошло изменение и они пытаются как-то с накрученными просмотрами порочить технологию и не использовать те аргументы которые я сейчас использую действительно что больше семи видов подвижного состава было и испытано и продемонстрировано в реальных эксплуатационных условиях огромное количество работы было проделано и то что вспоминает семенова я уж не говорю о рубене да это те люди которые участвовали в различных проектах соответственно им не о чем больше сказать как говорить о прошлом и тот кто вспоминает прошлое не видит будущего и не живет настоящим эти люди просто продались и эти люди с помощью мата с помощью шоу на которое хавает по-другому тоже не могу сказать огромное количество аудитории именно русской молодежь как у нас промывают вот новомодным рэпом и так далее тоже который с нецензурной лексикой ну друзья таким образом сейчас манипулируется общественное мнение это серьезнейшая проработка наших оппонентов наших недругов недоброжелателей и я повторюсь что конкурентов у нас нет мы монополисты на этом рынке и мы первые но конкуренты недруги недоброжелатели у нас есть их будет выплывать все больше потому что технология skyway развивается все мощнее в 2019 году я даже не представляю сколько действительно грязи повылазит вот этих троллей иностранных в том числе заказных троллей сайтов различных названий новых то есть я не понимаю как можно назвать скам вей и вообще где здесь видится какая-то принадлежность либо финансовой пирамиде либо кто-то называет технологичной пирамидой друзья я могу сказать технологичная пирамида это наверное я остановлюсь будущем на таких вебинарах на на таких направлениях своих вебинарах как создание вот этого уродливого автобуса туннеля под которым типа должны были ездить китайские автомобили вот это вот высокотехнологичная пирамида и инвесторы попали на миллиард долларов попали действительно их обманули элизабет холмс до сих пор не понимаю это мошенничество либо это проработка сильных мира сего для того чтобы очень серьезные исследования не появились но скорее всего это мошенничество потому что сейчас я также в будущих вебинарах буду останавливаться вообще почему skyway в точки в том числе смотрит и на область медицины анатолий эдуардович факультативах действительно создал даже концепцию новых витаминов я не побоюсь этого слова витаминов капсулы жизни но больше мне капсула жизни естественно нравится это персональное мобильное пространство то есть действительно охвачено будет фактически охвачены будут фактически все сферы не только инфраструктуры транспорта но и вообще современной жизни человека для того чтобы улучшить для того чтобы дать максимально полезный эффект и соответственно эффектом бумеранга я думаю что будущая реальность и все люди все корпорации которые значительно сэкономят все страны которые создадут новые экономики буквально на руинах которые настанут когда экономики будут просто схлапываться после сейчас приближающегося мирового экономического кризиса о котором говорила Джанет Йеллен это руководитель ФРС США о котором говорил профессор очень серьезно доклад на словацкой конференции профессор выступил который является очень уважаемым человеком и он 40 минут говорил о том что выходом из кризиса является самым главным выходом из кризиса и сохранением инвестиций является технология Skyway я запомнил со словацкой конференции замечательную фразу что золото не приносит дивидендов и золото не даст той пользы человеку на самом деле как дается технологии Skyway это мой ответ для вас друзья какой капитализации будет обладать технология Skyway но мое мнение давайте отталкиваться от триллиона за ближайшие 10 лет это лично мой прогноз если все будет идти по плану когда все будет идти по плану потому что все ускоряется и технологический прогресс также начинает ускоряться в своем развитии показатель этому многие высокотехнологичные компании и соответственно нас головная компания не успевает действительно мой мозг перерабатывать информацию а перерабатывать информацию он может много два вида подвижного состава было представлено за предыдущие 2-3 недели это Unicar тропический соответственно U4-431-01 или Unicar T это лакшери исполнение это действительно такой люксовый бренд уже на основе традиционного Unicar на 30-40% была переработана эта машина и менее чем за 6 месяцев была создана до создания в реальном действующем не прототипе а машине и не просто образце а рабочей машине которая перешла к эксплуатационным испытаниям ранее естественно все было в визуализации но вдумайтесь менее чем за 6 месяцев это все появилось из картинок соответственно уже в реально действующую машину что я могу сказать рекорд вообще в транспортной индустрии потому что современные автомобили примерно 9 месяцев в среднем от 9 месяцев до года ведется проектирование я уже не говорю о тех баснословных суммах чтобы просто делать немножко изменения модели в виде фары в виде чуть-чуть кузова какие затраты современные концерны тратят и здесь менее чем за 6 месяцев и с проектированием и с созданием реальной машины заняло время это машинное зрение это полностью автоматизированная система управления это различная обилие дублирующих систем это возможность перемещения от 60 до от 40 до 60 градусов то есть это будет пригодно как для арабских стран так и для Африки так и для пустынь даже я думаю что в том числе с Сахаром можно будет пересечь в абсолютном комфорте а комфорт ну примерно 20-23 градуса вы будете в абсолютном комфорте перемещаться если говорить про лакшери исполнение там более улучшенная версия динамиков с более серьезной диагональю дисплей это уже развлекательные системы это уже я могу сказать ну такой флагман если сравнивать с IT индустрии если сравнивать с индустрией мобильных телефонов а мы часто будем в моих вебинарах слышать вообще сравнение с тем что было и с флагманами действительно с концептами с мобильной телефонной индустрией я также в будущих вебинарах буду сравнивать Univind и почему это обретет просто совершенный колоссальнейший успех когда это выйдет в народ как народное персональное мобильное пространство я введу этот термин с вашего позволения потому что если Unilet это соответственно скоростной Unibus это народный семейный высокоскоростной автомобиль то Univind я с вашего позволения народным мобильным персональным пространством назову и это гаджет новой эпохи это транспортный андроид и транспортный гаджет транспортный девайс сегодня уже эпоха гаджетов современных она действительно подходит к закату и через к примеру 3-4 года я даже не знаю чем можно будет удивить потребителя когда Samsung уже представляет концепты что можно скручивать телефон телевизор можно даже скручивать Samsung в виде хайпа либо в виде вирусной какой-то информации выпустили что криптовалютный кошелек будет встроен друзья сколько наслоится вообще сколько впитает себя Univind Unibike Unibus Unicar в городском пассажирском исполнении в бизнес исполнении в индивидуальном исполнении я даже не могу себе представить но будут модели как от бюджетных моделей так и до флагманов флагман вот на сегодняшний момент это лакшери исполнение очень классные удобные кресла для персонала и для помощников будут откидывающиеся сидения тоже очень удобные я наверное в бизнес классе в слабости могу представить арабских павиалиний подобные сидения подобный спектр развлекательных систем которые будут представлены в наших подвижных составах а это соответственно отсутствие всяких перегрузок я чуть недолечился когда летел в словакию сейчас уже слава богу друзья благодарю кто желал здоровья наконец-то уже иду на поправку и собственно ощущал заложенность в ушах и дискомфорт перемещения в самолете и соответственно в наших подвижных составах просто такого не будет будущее уже наступило и оно появилось в юникаре тропического исполнения ну я уж не говорю о том что вообще собственно это только начало огромное обилие подвижных составов будет развиваться далее и демонстрироваться в мировом инновационном центре юнилит это наша история друзья юнилит это наше народное название народа скайвей потому что мы не скайвеевцы мы не скайвейщики мы народ скайвей это ложится в логику того социального эксперимента на основе блокчейн которое готовит Анатолий Эдуардович тоже больше по этому поводу ничего говорить не могу конкретики никакой потому что ибо запрещено ибо запрещено как многое что раньше было тайной а сейчас стало явью потому что многое то что было создано в недрах головной компании об этом нельзя было говорить но сейчас соответственно это демонстрируется и то же самое я могу сказать о стрелочных переводах о стрелочных переводах и о круговых поворотных участках я соответственно могу сказать что это то что прошло испытание уже более двух лет испытывается на экотехнопарке и я обязательно найду либо коллеги в социальных сетях обязательно распространите информацию как-то скомпонуйте потому что у нас действительно времени не хватает на все но смысл ролик вроде бы это японская технология на огромных скоростях перемещается и стрелочные переводы быстро меняют логистическое направление и подвижные составы японские не сталкиваются нас также будут меняться как направление но и стрелочные переводы будут делать то что не делает вообще отрасль железнодорожная в мире никогда не делала это смена действительно логистического транспортного потока это смена путевой структуры ну начнем с того что у железнодорожного транспорта вообще только одна путевая структура здесь можно будет с легкой путевой структуры переместиться на высокоскоростную путевую структуру и так далее и тому подобное это демонстрируется безотказно уже более двух лет абсолютно эффективно и абсолютно достойно и в будущем можете себе представить что без какого-либо вашего участия без какого-либо дискомфорта чего я не могу сказать о фуникулерах я это испытал еще раз во вьетнаме кто не смотрел мой вебинар первый в январе обязательно посмотрите либо почитайте тезисы прошу кстати дать ссылку на тезисы там будут материалы сейчас в ближайшее время это все будет переводиться и на другие языки в первую очередь с удовольствием поможем вьетнамцам потому что они испытывают некий такой информационный вакуум потому что в первую очередь все на русском и английском языке и соответственно вы видите что сейчас действительно такое тупиковый тупиковое направление и путевой структуры продолжения нет когда ведется смена направления но соответственно уже более двух лет прицепляется техобслуживание производится подвижных составов а вы думали как это происходит вот таким образом это происходит и я хотел бы перейти к самой моей любимой теме на сегодняшний день это действительно народность это действительно экономичность это действительно максимальная мобильность это действительно возможность того что если мы раньше говорили что к примеру В моем родном Челябинске, да, действительно, если бы все было согласовано к ШОС, мы бы уже смогли продемонстрировать трассу Юнибайка. Но хорошо то, что она не была продемонстрирована, потому что в Екатеринбурге, в Челябинске, во многих российских городах настанет время, когда мы будем прокладывать действительно трассы Юнивинда. И это очень серьезная проработка, это то, что предсказывала Ванга, хотя я к таким предсказаниям отношусь достаточно скептично, я запомнил фразу, когда транспорт будет лететь по проводам. Вот нашу путевую структуру невозможно назвать как-то как провода, потому что она была массивная, даже легкая путевая структура была достаточно массивная. Но, соответственно, та путевая структура, по которой перемещается Юнивинд, это действительно толщина, это толщина меньше, чем мобильный телефон. И это действительно не видно человеческому взгляду, тем более на той высоте, а меньше 6,5 метров не будет располагаться наш транспорт вообще над путевой структурой. Это будет, кстати, продемонстрировано в Арабских Эмиратах, и вот Юнивинд будет проноситься просто как по невидимым проводам. Предсказания Ванги, видимо, сбываются, но как бы они сбылись, если бы не воплощение и не проработка Анатолия Эдуардовича Юницкого в виде реального прототипа, который уже перерос в реальную действующую машину. Повторюсь, это позволит там, где невозможно сесть в самолету, там, где дорого строить мост, возможно, в Код Дивуар в африканском проекте, именно Юнивинд будет приемлем. Обязательно с нашим партнером мы переговорим с Владом и представим эту модель подвижного состава. Максимальная экономия, если мы, к примеру, округляя, считаем 10 миллионов, к примеру, это Юникар-трасса через пролеты, то Юнивинд это будет в разы дешевле и, соответственно, будет приходить еще быстрее технология Skyway в те регионы, которые сейчас не могут себе позволить, как Шаржа, как Арабские Эмираты. Действительно, чтобы это и появилось на их территории и далее это будет осуществлено финансирование и инвестирование в головную компанию. Повторюсь, 10 февраля будет переход на следующий подэтап, это 13.1. И успейте предупредить ваших партнеров, потому что 13.2 наступит очень быстро, ну и, соответственно, 13.3, 14 этап, а там, глядишь, и 15 этап. В 2015 году Анатолий Эдуардович еще предлагал Абу-Даби инвестировать стратегическую сумму в 100 миллионов долларов примерно. На тот момент технология не могла продемонстрировать те преимущества и ту изящность, которую сейчас демонстрирует. Но сегодня все готово, и я не исключаю той возможности, что в 2019 году теоретически, возможно, потенциально, вход теоретически, возможно, в корневую, теоретически, это, знаете, чтобы тролли потом не нарезали, возможно, будет закрыт. Естественно, никто этого не знает, друзья. И, так, коллеги, как звук? Вы меня просто шарашили. Слава богу. А то я вещаю, вещаю, и, собственно, задумался, может быть, я звук забыл включить. И, да, действительно, вход в корневую технологию теоретически может быть закрыт. Но покажет это только время. И дальнейшая стратегия развития следует тому, что вы обрадуетесь, вы поймете, зачем вы строите структуры. Этого не может предложить Uber тем компаниям, которые выстраивают, знаете, вот эту реферальную систему, не побоюсь этого слова, из водителей. И многие открывали Uber сначала в одном регионе, потом в другом. А там же все на партнерке строится. То есть максимальный доход Uber идет от партнерской программы. То же самое, я думаю, у компании конкурента американского Lyft. А у нас, как я повторюсь, нет конкурентов. И далее я могу сказать, что Univind действительно придет в абсолютно все точки земного шара, куда не сможет какой-то более такой громоздкий вид транспорта Skyway прийти или более сложная путевая структура. Вот сейчас я могу сказать, да, действительно, в каждую деревню, в каждый двор теоретически может при достаточном финансировании, при соблюдении необходимого финансирования того или иного региона прийти транспорт Skyway. И это не может не радовать, друзья, абсолютно. О чем достойно поведал тот человек, который отвечал за разработку данного вида подвижного состава. И честь ему и хвала за то, что достойно справился с задачей создания народного персонального мобильного пространства. Ну и, друзья, естественно, я сейчас нахожусь дома, казалось бы, но несколько дней назад я находился в Словакии. Мы провели очень успешно конференцию более чем на пять стран и, как обычно, кабинки перевода. Все переводилось. На русский я бы не сказал, что идеально переводилось, но в Бельгии будет идеальный перевод, потому что наша виртуозная переводчица на английского и французского языка Ирина будет переводить в Бельгии. И я думаю, что я смогу обязательно постараюсь настроить трансляцию, чтобы в реальном потоке шла система дубликации, которую, наконец-то, я услышал от Франтишека. В Вильнюсе она была представлена впервые. Франтишек вещал более пяти часов. Я спросил, Франтишек, это твой рекорд вещания? Он говорит, нет, не рекорд, я в Вильнюсе вещал. И, действительно, это достойная система. Я читал многие материалы Рэнди Гейджа. И это освеженная система дубликации, которую мы будем внедрять уже для тех партнеров, которые будут присоединяться к технологии Skyway, а присоединяться будет много партнеров, которые так или иначе в холодную будут получать информацию, потому что готовится огромный пласт автоматизации. И, кстати, такие первые вишенки на пироге автоматизации я вам сегодня покажу. Это наметки дизайна. Просто оцените, просто посмотрите, насколько мы стараемся уже следовать венью информации в виде инноваций. Информация должна передаваться не в виде какого-то, извиняюсь за выражение, совкового мышления, закостенелой, небрендированной науки, но в какой-то момент в виде шоу, в какой-то момент в виде достойных материалов, но которые в первую очередь сопряжены с тем, что как раз-таки не связано ни с шоу, ни с каким-то лайфстайлом лично Анатолия Эдуардовича и головной компании. Мы, соответственно, как Skyway Capital будем предоставлять эти моменты и эти инструменты. Повторюсь, сейчас ведется проработка как новых инструментов, лендингов. Посмотрите дизайн, друзья. Действительно, я доволен результатом это продюсирование. Концепт был осуществлен еще в начале декабря. Собственно, мы стараемся инструменты выводить в срок не позже, чем происходит проектирование подвижных составов, но сравнение абсолютно глупое, потому что подвижные составы – это создание машины буквально с нуля. И подобные инструменты, подобные материалы будут появляться, потому что многие даже не понимают и не представляют. Привет, тролли, которые за деньги делают наше размещение, негативное размещение нас. Кстати, посмотрите, вот если вы этого парня увидите вообще в YouTube, не могу на нем не остановиться. Скажу вам только, что это парень, а не девушка. Посмотрите его лайфстайл и вообще его Instagram. Да, серебряная кнопка YouTube, 100 тысяч подписчиков, молодец. Но чуть-чуть проработай лайфстайл, мой совет. Собственно, не буду здесь его никак рекламировать. И если ты позиционируешься грамотным, крутым ютубером, то следуй трендам. Лучший тренд на сегодняшний день – это Skyway. Других трендов, собственно, я вижу медицину, и мы будем на этом останавливаться. Но так или иначе, те тренды, которые появляются, технология Skyway как новая транспортная, информационная, энергетическая, коммуникационная, социальная, финансовая. И я даже не побоюсь слова этого, медицинская сеть. Сколько даже эпитетов определений будет прибавляться далее, я даже не могу себе предположить. Скорее всего, все сферы. Эта сеть будет втягивать в себя многое, как втянул в себя интернет, как умерли желтые страницы и разбогател, в том числе и Илон Маск, и платежные системы были созданы без интернета, они не имели бы смысла абсолютно. SWIFT также не имел бы смысла абсолютно без интернета. Криптовалюты абсолютно не имели бы смысла без интернета. Так и многое то, что появится в будущем, не будет иметь смысла без транснета и без технологий SkyWay, без струнных технологий инженера Юницкого, которые не только приверженцы и соратники, сподвижники технологии SkyWay называют гением, но и многие влиятельные люди, которые давали интервью и на камеру, а они думают, что они говорят, называли Анатолия Эдуардовича гением своего времени. И это действительно супер, что полководцем и генеральным конструктором и стратегом развития струнных технологий на многие десятилетия вперед является в первую очередь Анатолий Эдуардович Юницкий. Ну а тот, кто пропустил взрывной рост биткоина в прошлом году, не пропустите 10 февраля 2019 года в 23.55 смену дисконта и не пропустите возможность, которая действительно бывает раз в 100 лет, это инвестирование в технологию SkyWay. Инвестируйте, учитывайте риски, взвешивайте, смотрите, анализируйте, слушайте даже и смотрите видео тролли, если вам хочется. Но обязательно впитывайте именно ту реальность, которая была создана. Ну а реальность у нас в материалах, которые ведет достойная и супер Ольга каждую неделю, каждый день она обновляет материалы, то, что касается создания экотехнопарка в Минской области. И, друзья, я могу торжественно представить новый материал, который уже касается арабского направления научного мирового инновационного центра. И до этого мы дожили, друзья, и до многих вещей, которые нас будут уже радовать в виде дивидендов. Мы также обязательно доживем и достигнем этих высот. Строй SkyWay, спасай планету и дай дорогу мир Транснету. Ускоряй метаболизм человечества и выводи токсины за пределы планеты. Друзья, ну вот такой вебинар, возможно, чуть-чуть эмоциональный получился. Ну а как по-другому, когда просто такое обилие новостей. Кстати, чуть-чуть забыл, друзья, чуть-чуть забыл. Поймите и также передавайте своим партнерам, если сейчас я найду этот слайд, что, да, конечно, многие будут, ну вот этот даже слайд можете посмотреть, посмотрите, здесь дорога и по сути сейчас везде пустыня. То есть вот, 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 пожалуйста, слайд. Очень важная информация. Многие будут спекулировать сейчас и наши партнеры в том числе. Мы будем это пресекать, жестко пресекать. Посмотрите, вот на какой территории находится наш будущий научно-мировой инновационный центр. На какой территории прогуливался Анатолий Эдуардович Уницкий, рассказывая, как, собственно, и в 2014 году он нам поведал, что будет на территории экотехнопарка. И в 2018 году Анатолий Эдуардович поведал, что будет на территории мирового инновационного центра. И посмотрите, насколько вообще фейковые фотографии, где поставил знаки вопросика, просто плюс-минус, плюс верю, минус не верю. То, что это правда. Ну, что-то мне подсказывает, друзья, что в здании никаких не видно. И не нужно, не нужно использовать такие инструменты, потому что в первую очередь, что мы внесем в мир, это достоверные факты и наглядность информации, надежность технологии. Давайте соблюдать точность во всем и в донесении фактов. Вот это вот я хотел сказать, чтобы максимально, так скажем, следовать не анонсу вебинара, чуть-чуть нарушил свой вебинар на сегодняшний день. Но в будущем мы обязательно поговорим, потому что у меня есть, что сказать об освоении космоса в виде ракет. Я очень рад, что в футуризм.ком разместили нас в виде даже промо-материала, в виде спонсорской публикации. Но это первые шаги на мировом информационном поле в достижении в головы каждого человека информации об общепланетном транспортном средстве. Повторюсь, в футуризм.ком разместили информацию. Ольга, пожалуйста, сбросьте ссылку об общепланетном транспортном средстве, как единственная альтернатива на самом деле освоения космоса без урона нашей планете и без уничтожения озонного слоя и путем концепции выноса токсинов, вредных производств за пределы нашей любимой планеты Земля. Футуризм.ком я могу сказать, кого попало, не размещает за любые деньги даже и очень выборочно подходит к размещению информации. Поздравляю вас всех, мы перешли и на такое сотрудничество и с такими изданиями. Ну а что сулит будущее, друзья, дальше больше, выше и сильнее. Ну а теперь вопросы. Так, когда будет белая бумага? Об этой информации я также в курсе, как и вы. Я на постоянной связи с помощником Анатолия Эдуардовича, с Артуром. Повторюсь, не буду описывать хорошие черты, профессиональные черты этого работника Skyway Technologies Companies. И как только, так сразу. Но до конца февраля, как я понимаю, мы что-то увидим. Что с монтажом Экодома в Эмиратах? На прошлом вебинаре я говорил, что пока что в мире, допустим, в плане логистических проблем мы не можем их решать с применением технологии Skyway, потому что просто она не построена в пути перевозки Экодома. Запчасти, детали, составные части, так как разборная конструкция, идут. И я думаю, что возможно уже дошли вот этого красавца, а может быть не этого. Но, собственно, здесь мы видим части экологичности, дозелененные крыши. Все будет достигнуто и преодолеет эти логистические препоны, логистические, не побоюсь этого слова, пробки, как когда-то преодолел наш юнибайк, перемещаясь на барже до СНГ, потом, соответственно, баржа села на мель, потом нужно было с Парижа до Люксембурга, если не ошибаюсь, и только потом в Дубае. То есть представьте, насколько много пересадок, но обязательно все доедет. Мне тоже очень интересно цена юнивинда, потому что на самом деле это персональное мобильное пространство и это вообще мобильное пространство, так как многие сейчас интересуются концепцией коворкингов. И мое личное мнение, что это просто заменит концепцию коворкингов, потому что все будут работать не в арендуемых офисных площадях коворкинг-центров, а в своих мобильных персональных пространствах, которые пока что в какой-то момент находятся на стоянке, то есть юнивинд может превратиться в офисе. Это мое личное мнение и мой взгляд в будущее. Завтра будет итоговая встреча с Андреем Ховратовым. Но я повторюсь, что это все-таки Skyway Capital. Мы очень уважаем и ценим весь вклад и активность Андрея Федоровича Ховратова и наших партнеров Skyway Invest Group. Но Skyway Capital и Skyway Invest Group это немножко разные вещи и собственно разные стратегии мы преследуем в своем развитии. Коллеги, еще вопросы? Еще вопросы? 5, 4, 3, 2, 1. Все, вопросов нет. Вот, кстати, вот в такой подачи будем. Благодарю, что поднялось настроение, но я делаю эти вебинары не для поднятия настроений. Я в первую очередь максимально сжато и интересно стараюсь преподнести информацию, касающуюся как актуальных новостей в технологии Skyway, так и взгляда в будущее, так и аналитики и сопоставлению новейших и текущих трендов, которые втянет себя, на мой взгляд, сеть Transnet. По Швейцарии увидите и услышите в ближайшее время мы обсудили очень плодотворно и очень серьезно с головной компанией. Никакой информации сдавать не буду. Мы научены у головной компании только по факту свершения, только по факту исполнения. Друзья, я надеюсь, что вы поняли, что существуют вещи намного более серьезные, кроме именно того, что мы будем наблюдать, что одна опора была установлена, вторая опора. Да, конечно, за этим мы также будем наблюдать на территории будущего мирового инновационного центра, но в первую очередь нужно учитывать создание новых подвижных составов, инфраструктуры, которая также будет использоваться. Но то, что можно показывать всегда, головная компания будет показывать. с